всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл я уже рассказывал про этот самокат и единственный мой косяк конечно было вы правильно все указали я не потестировал максимальную дальность потому что здесь заявлено до 65 до 65 километров запас хода это очень много на самом деле реально много и знаете я большой тяжелый я все это протестировал скажу сразу запас хода конечно грубо говоря там в три раза меньше чем заявлено но я думаю может самокат у меня бракованы я очень редко смотрю на других на журналистов на блогеров на обзоры точнее практически никогда но в данном случае я посмотрел у других людей которые весом значительно меньше например есть такой канал ай шопперс я посмотрел увидел что он сделал обзор на этот самокат в моих глазах это так достаточно честный человек ну по моему мнению хотя его не смотрю и вот его данные что самоката хватает там районе 40 километров при весе там 70 килограмм даже 45 согласитесь 40 45 километров это уже не 22 километра как получилось у меня я просто достаточно тяжелый 110 килограмм плюс одежда плюс рюкзак собой плюс я ездил совершенно по разному покрытию в том числе и по этой плиткой долбаной собянинской который меня в том числе и по этой плитке которая меня раздражает собянинская плитка так называемая у меня получилось грубо говоря 22 километра что в три раза ниже чем заявляется. Единственное, 65 километров нужно понимать. Это на минимальной скорости, на первой. Это легкий китаец, весом может быть там килограмм 30. Реально нашли, наверное, такого. Это при отсутствии вообще ветра, либо ветер в спину дует. И по идеально ровному покрытию. Тогда, наверное, производитель заявляет, эти цифры можно достичь. В реальном использовании, если вы весите килограмм 70-80, километров до 45 его хватит, что тоже очень круто. Поэтому вот в прошлый раз я, честно говоря, поленился, исправляю этот косяк. Вообще, этот самокат я могу похвалить, как я и говорил в большом обзоре про него. Ребят, на самом деле, широкие покрышки, это безусловный плюс. Да, здесь нет амортизации, это плохо, конечно. С другой стороны, доллар сейчас упал, и в России можно купить его там за 41-42 тысячи на момент съемки обзора. Это не такие большие деньги, на самом деле. Здесь 500 ватт двигатель бесщеточный, который даже меня от тяжелого человека в горку тянет. Там обычные самокаты 250-350 ватт не потяну. Здесь же 500 ватт, и он меня вытягивает. Да, не во все горки, но прям удивил даже. Мощность достаточно хорошая. Что касается плитки, вот Собянинской плитки, я так ее называю, на которой на обычном самокате без амортизации ездить просто нереально, это просто адище. Просто, ну, реально у тебя позвоночник как будто выскочит настолько жестко. Здесь за счет широких покрышек по плитке, по каким-то неровностям проезжать, конечно, намного лучше. Но в любом случае, это городской самокат, и здесь еще один косяк, на который я обратил внимание, по-честному. Это подножка, которую нужно снять, либо выкинуть, либо поднять выше, потому что эта подножка цепляется обо все, это просто опасно, с самокатом можно упасть. Производитель, несмотря на то, что собирал на краудфандингной платформе деньги, там пользователи писали, что они хотят от самоката, подножка это зло. Она очень неудобная, ее обязательно нужно снять, ее демонтировать нужно, потому что из-за нее есть риск просто упасть. Особенно на скорости, если вы лежащие полицейские будете переезжать, все. Это очень существенная недоработка, но благо это снимается легко. Скорость 25 км в час, как я в обзоре рассказывал. Иногда как будто в нем что-то то ли ломается, то ли пробивает, я не понимаю. Вроде едешь, и не под уклон, и тип покрытия одинаковый, и ветра нет. И тут вдруг он раз, как будто там пару раз было, 27-28 набрал. Но, друзья, на самом деле, без амортизации, плюс передний привод, а это все-таки передний и задний привод, очень сильно отличается. Я бы, наверное, даже не советовал, если появятся какие-то лайфхаки, возможность с помощью курка зажимаешь там несколько кнопок, скорее всего появится разблокировать скорость. Ребят, 25 даже это много. Я вот буквально вот час назад с него упал. Честно, блин, вообще давно я не падал, к счастью, ни с самокатов, ни с колес, очень давно. А тут, получается, я проезжаю, и мне понадобилось зайти в салон связи. И знаете, я знаю, что здесь тормоза-то задние, дисковые. Я совершенно спокойно, то есть нажимаю на тормоза, и на самом деле, знаете, я не понял, что произошло, потому что передний тормоз электронный. У меня переднее колесо, оно не заблокировалось, но я перелетел через него на 3 метра вперед. И знаете, вот у меня были такие случаи, когда адреналин в крови, знаете, и мир замедляется. И я вот лечу, я до 5 мог досчитать, вот этот короткий. Со стороны он выглядел, просто чувак завалился, перелетел через самокат, и все. Я подставил локоть и постарался упасть, ну, сгруппироваться. Мне, конечно, очень не хватает физической формы, которая была у меня лет 7 назад, когда я постоянно ходил на тренировки по май-таю. Я чувствовал себя богом, блин. Я сейчас, конечно, сам лох, потому что не занимаюсь. И я вот понял, мне не хватает вот этой резкости, скорости. Но, в любом случае, упал более-менее хорошо, на локоть принял нагрузку, башкой ударился, прям со звуком. Ну, слава богу, мне повезло. То есть ничего, ничего не произошло. Но сам лох, как говорится, честно говоря. Нефига тормозить на скорости. Но, повторюсь, здесь дисковый тормоз задний. Я был уверен, что страшно не будет. Но колесо все-таки электроника работает очень существенно, и оно также серьезно замедляется. Поэтому не надо высокую скорость здесь, ребят. Ну, конечно, если вам нужен самокат красной, то это не этот вариант. Даже с разблокировкой все-таки шины, покрышки очень широкие. Но все равно должна быть амортизация. И, в общем, это самокат, на мой взгляд, подойдет даже тяжелым людям. Почему? Потому что 120 килограмм даже веса поддерживается. Он тянет. Это классно. 500 ватт хороший реально двигатель. Амортизации нет, но я об этом уже несколько раз повторял. Но, действительно, даже по плиточке Собянинской он ведет себя хорошо. То есть, ну, едешь на нем нормально. Фара. Фара и бортовой компьютер. Подтверждаю, что я в том обзоре говорил. Фара достаточно хорошая. Она поворачивается. Ну, чтобы прохожих не слепить, можно пониже. Она реально хорошая. Вопросов к ней нет для своей цены. Бортовой компьютер на солнце, конечно, слепнет. Но тоже спасибо, что он есть. Это хорошо. Приложение работает. В приложении можно заблокировать самокат. Разблокировка 4 восьмерки. И что еще? Да, в принципе, все. Складывается он удобно. Единственное, нет ручки на заднем крыле. Поэтому по лестнице, например, в метро, если его поднимать, там просто ручки нет. Приходится брать очень неудобно. За деку, либо под крыло. Не продумано. На крыле должна быть ручка. Это вот прям для всех самокатов. Чтобы взял его и понес. Но в целом, посоветовал бы я такой самокат. Да, если вы катаетесь по ровной поверхности. Если вас устроит его скорость. Если вы не будете кататься по лесу. Обязательно снимайте подножку, либо переставляйте ее. И в целом он вас не разочарует. Если кто-то пользовался таким самокатом, напишите. Потому что, кроме минусов, которые я называл. В целом машинка интересная. Особенно по цене сейчас, когда доллар упал. Это не такие большие деньги. Как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением Ко всем Давид. Счастливо, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok